Вы смотрите актуальное интервью в студии Надежды Саханская. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге состоялся Петербургский международный экономический форум. Основные мероприятия нынешнего форума были посвящены вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в экономике страны в условиях внешнего давления и повышению качества жизни. Итак, каковы итоги работы форума? Об этом нам расскажет гость из студии Майя Данилова, министр экономики республики. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Бизнес и представители обычно сверяют часы на подобных мероприятиях. Для начала расскажите, пожалуйста, про форум, как и для чего он проводился. В условиях ужесточения западных санкций вот такие вот значимые экономические форумы, они, конечно, становятся неким индикатором для понимания внешнеэкономической повестки и также внутреннего положения экономики страны, внутренней ситуации. И, конечно же, и все органы власти, и бизнес общаются на таких вот форумах для того, чтобы выработать общий тренд и понимать, как его использовать в своих траекториях развития, в своей стратегии. Ну и республика Саха-Якутия, конечно же, не остается вне этой общей повестки. И надо сказать, что в этом году Санкт-Петербургский международный экономический форум, он уже проводился 26-й раз и достиг уровня, скажем, доковидного. Было у нас некоторое снижение, некоторое снижение участия в этом форуме. Но вот в этом году уже принимало участие 14 тысяч человек из 130 стран мира, и уровень вышел уже на уровень доковидный. И также в республике Саха-Якутия, участвуя в этом форуме в Санкт-Петербургском, принимала тоже активное участие в внешнеэкономической повестке, провела ряд встреч с такими странами, как Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай, с Российско-Арабским деловым советом, с теми странами, которые являются важными в нашей экспортной стратегии. А вот по итогам опыта прошлых лет, какие основные результаты были достигнуты? В прошлом году мы ориентировались, в прошлом году был проведен такой форум в рамках Санкт-Петербургского, как Арктика, территория устойчивого развития. И поэтому многие соглашения, которые были подготовлены к этому форуму, они были связаны именно с развитием Арктики. Было подписано соглашение с Росатомом по применению низкоуглеродной энергии для развития арктических территорий. Также было подготовлено соглашение для строительства, реконструкции нефтебаз, которые расположены в арктических районах. И надо сказать, что все эти соглашения мы потом в дальнейшем прорабатываем и уже более детальные расширяем. Заключаем также их инвестиционные соглашения на Восточном экономическом форуме. Например, в прошлом году после Санкт-Петербургского на Восточном экономическом форуме уже непосредственно концессия была заключена на четыре нефтебазы в Республике Саха-Якутия. Это Жиганская, Белогорская, Куйгинская, Хандекская нефтебазы. И по ним уже сейчас получены федеральные средства. Заканчивается разработка проекта смертной документации. И к концу 2025 года четыре нефтебазы будут построены. Это очень большое значение имеет для обеспечения горюче-смазочными материалами именно арктических районов. То, что касается соглашения с Росатом, оно тоже у нас выродилось на Восточном экономическом форуме. Уже было четырехстороннее соглашение заключено с Минприродой Российской Федерации, с Минвостоком, с Росатомом, с Республикой Саха-Якутия, которое касалось уже плана социально-экономического развития тех улусов. Это Усть-Янские и Верхоянские улусы, в которых будет создаваться минеральный сырьевой центр, который связан с строительством атомной станцией малой мощности и с освоением Кучуевского месторождения золота и рядом оловянных месторождений, которые рядом находятся. Такая некая преемственность наблюдается в форумах, когда мы из одного форума входим на соглашения о намерениях, а потом дальше мы их развиваем, уже инвестиционные соглашения на других форумах, на других площадках. В чем специфика проведения Петербургского международного форума этого года? Специфика очень особенная, потому что с учетом всех внешних условий в этом году уже тема форума строилась вокруг суверенного развития как основы такой самостоятельности стран. Выдвинут был тезис о том, что большинство стран мира, развивающиеся страны, они все-таки больше стремятся к суверенитету, к такой независимой экономической политике, к импортозамещению, к независимой валютной финансовой политике. И видно, что сейчас уже под влиянием политических всех факторов происходит формирование многополюсного, многополярного мира. И вот как будет выстроена экономическая политика, понятно, наших стран, таких крупных стран, экономик, как Китай, Индия, и все это, конечно, повлияет именно на развитие российской экономики. И, конечно же, Республике Саха-Якутия было очень важно понимать, как выстраивать свою траекторию экономической политики в этом всем изденении. Поэтому здесь тема, конечно, такая особенная и, наверное, очень интересная. Если раньше больше говорили о глобализации, то сейчас уже больше речь идет о самостоятельности, независимости. Какие еще проекты и соглашения, помимо тех, что вы назвали, были рассмотрены в рамках форума? Да, в рамках форума были заключены соглашения, которые, конечно же, были связаны с темой форума, с независимостью, с импортозамещением. Такое интересное соглашение было заключено о создании производства по извлечению гелия из природного газа, который добывается алросогаз на Среднебутобинском месторождении, будет создано специальное производство гелий-24, и объем инвестиций, инвестор планирует вложить около 2,5 миллиардов рублей на первом этапе. Это, конечно же, новое направление. Гелий используется в медицине, в здравоохранении, он используется вплоть до военно-промышленного комплекса, и это очень важно для формирования так называемой новой промышленности страны Российской Федерации в целом. И здесь тоже в развитии технологического, возможно, суверенитета Российской Федерации было заключено соглашение с ПАО «Туполев» о приобретении 12 самолетов авиакомпании «Якутия» ТУ-214, которые полностью сконструированы на российских комплектующих. Это тоже важнейшее такое соглашение. Кроме этого, например, мы заключили соглашение в развитии наших мастер-планов, дальневосточных городов, к которым относится Якутск, Нейрингер. Кстати, в Мирном также разработан мастер-план. На этом этапе, на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение с Минвостоком о том, что ключевые проекты мастер-плана города Якутска будут реализованы в рамках дальневосточной концессии. Это уличное освещение, это не просто уличные лампы, это вся видеофиксация, это те сервисы, которые могут быть с этим связаны. Связаны с реализацией проекта «Умный город». Это первый проект. Второй проект — это спортивно-оздоровительный комплекс с расширением городского парка, центрального парка культуры и отдыха в городе Якутске. И один из важнейших проектов новых — креативной экономики. Это многофункциональный кинопавильон «Саха-кино». Традиционно на полях форума подводят итоги национального рейтинга. Республика в этом году заняла 15-е место. Как бы вы прокомментировали данные результаты? 15-е место, конечно, для республики Саха-Якутия — это не предел. Есть очень большой потенциал для дальнейшего роста. Но нужно иметь в виду, что в последние два года рейтинг поменялся очень сильно, практически наполовину. Новые показатели в него были включены. И поэтому, конечно, сейчас немножко есть вопросы. Потому что мы всегда говорили о том, что сложно добиться большого продвижения. И в таких сферах, как транспортная доступность, за год вопросы не решить. Там нужно десятилетиями вкладываться в строительство уличной дорожной сети, чтобы бизнес это оценил, увидел и почувствовал на себе. Тоже сложно в инфокоммуникационной инфраструктуре добиваться прогресса. Но вот тем не менее, значит, ну и в прошлом году были включены такой раздел, как экспорт. Тоже сложно перебить долю сырьевого экспорта. Там учитываются показатели, связанные с созданием несырьевых производств и экспортом несырьевых товаров. Но тем не менее, есть ряд направлений, в которых мы добились очень серьезного успеха. И самое главное, что мы в прошлом году, когда тоже получили итоги прошлогоднего рейтинга, поставили перед собой задачу добиться существенного прогресса в таких показателях, как связанность регуляторной средой. Что такое регуляторная среда? Это все, что связано с инновационным циклом, с подключением к электроснабжению, газоснабжению, подоснабжению, к водоотведению, с получением различных разрешений, в том числе разрешения на строительство, на использование земельного участка, на регистрацию прав собственности. И что очень важно, из 26 показателей, если в прошлом году только 6 было в группе А, это самая высшая категория, то в этом году мы практически по 21 показателю добились вхождения в группу А. Это элита рейтинга. И остальные 6 показателей у нас в группе Б, это соседняя группа. Поэтому мы считаем, что под тем направлением, которое мы отработали, было создано 9 проектных групп. И они буквально по крупицам вытаскивали, рассматривали все процессы, которые происходят в ресурсоснабжающих организациях, особенно во взаимодействии межведомственном, с городом Якутском. Очень много было процессов на городе связано. И в результате мы вышли к тому, что инвестиционный цикл в республике сократился с 1360 дней до 1091 дня практически на 20%. Это большой шаг. И это тут же отразилось на рейтинге. Есть потенциал идти вперед. Есть различные разделы, в которых нужно также добиваться более позитивных темпов. Мы их видим и будем в следующем году, в этом году над ними работать. Ну и помимо этого хочется еще спросить о деловых встречах, которые не секрет проводятся в рамках экономического форума. С какими деловыми партнерами состоялись встречи? Деловых встреч было достаточно много. Я бы хотела подчеркнуть только те, наверное, которые были связаны с таким вот созданием фундаментальной экономики республики Сахая-Якутия. Это встреча с руководителем Росгеологии, на которой были обсуждены вопросы ускорения, освоения месторождений так называемых новых металлов для новой экономики нашей страны. Это редкоземельные металлы. И обсудили также вопросы с... Ну, отдельно хотелось бы выделить «Газпроминвест», потому что не секрет, что «Газпром» является крупнейшим инвестором в республике Сахая-Якутия. И тот проект, который стартовал в этом году, это строительство так называемых «лумпингов». Лумпинги — это то, что строится на действующем инвестеральном газопроводе, и оно позволяет увеличить пропускную способность газопровода. Этот проект начинает реализацию в этом году, завершится в 2026 году тоже. Это существенно также инвестиции в экспорт, скажем, газа, природного газа из республики Сахая-Якутия. Спасибо вам, Майя Андреевна, за то, что нашли для нас время и так много всего интересного рассказали о состоявшемся экономическом форуме. Вам спасибо тоже. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!